Пассажиры транспорта Верхневолжья на этой неделе заметили сбои в работе мобильного приложения «Волга». В связи с возникшими неполадками они не могли не отследить маршрут общественного транспорта, не оплатить проезд онлайн. С чем связаны были эти неудобства и как быть пользователям приложения, которые приобрели абонемент на электронный кошелек и не смогли им воспользоваться, рассказывает наш корреспондент. Пассажиры Ульяна рассказывают, что приложение «Волга» стало палочкой-выручалочкой для тех, кто перемещается на общественном транспорте. Оно показывает время прибытия автобуса к нужной остановке и позволяет оплатить проезд онлайн, что экономит время. Но на этой неделе пользователям пришлось выучить расписание. Стало вообще неудобно, сидишь теперь, ждешь, и так хотя бы можно было посмотреть через колико и маршрут. Ничего не показывают, вот остановки не показывают. Оплата тоже не проходит, если показывать, ну если читать QR-код, просто грузит и выдает ошибку. Горожане отмечают, что перебои замечали и в Твери, и в ряде районов области, где действует транспорт Верхневолжья. С подобной проблемой столкнулась и тверичанка Яна. Она не смогла оплатить проезд онлайн. Пришлось в неподходящий момент искать по карманам мелочь. Они работают уже третий день, вообще невозможно оплатить проезд. Было удобно, да, когда все работало, было хорошо. Что не нужно ковыряться вот это вот с деньгами, можно просто оплатить и все, с телефона. Безусловно, к хорошему привыкаешь быстро, говорят жители Твери. И с нетерпением ждут особенно владельцы онлайн-абонементов, когда работа приложения вернется на круги своя. В официальной группе организации «Транспорт Верхневолжья» объяснили, что перебои могли возникнуть из-за аварии в центре обработки данных мобильного оператора. Могла не сработать оплата в мобильном приложении и могли не появляться автобусы на карте. Специалисты транспорта Верхневолжья приложили максимум усилий, чтобы устранить проблему в кратчайшие сроки. За абонемент, приобретенный на электронный кошелек, тоже не стоит переживать. Сейчас приложение работает в штатном режиме. Пользователям приложения, которые приобрели абонемент на электронный кошелек для оплаты проезда через QR-код либо по блютуз и не смогли им воспользоваться в полной мере с понедельника по среду, будет продлен срок действия этих абонементов на период сбоя. Плюс в качестве компенсации на два дополнительных дня. Продление произойдет автоматически. Сообщили представители организации. В настоящее время приложение заработало в штатном режиме. Продолжение следует...